В Заволжский районный суд города Твери поступило уголовное дело в отношении старшеклассника Тверской гимназии номер 12. Подросток, а ему избрана мера пресечения в виде ареста, обвиняется в приобретении и хранении крупной дозы наркотика мефедрон. Статья Уголовного кодекса, по которой школьнику придется отвечать, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Уголовные дела в отношении несовершеннолетних наркоманов в Тверском регионе рассматриваются не впервые. Нужно помнить, если раньше потребитель наркозелья отвечал преимущественно по статье Административного кодекса, то теперь это уголовная статья. Либо первая, либо вторая часть статьи 228. Если часть первая это преступление не тяжкое, то часть вторая это уже тяжкое преступление, до 10 лет лишения свободы. Необходимо крепко подумать и тем, кто на наркотиках собирается заработать. Это только кажется, что наркотические деньги шальные и легкие. Подумаешь, один раз сделал закладку, потом свободен. Как раз наоборот. Вот эти люди, которые хотят легких денег, хотят красиво жить и при этом практически ничего не делают, они должны помнить, что за это предусмотрена уголовная ответственность. И уголовная ответственность вплоть до пожизненного даже заключения. Не спасает от ответственности даже несовершеннолетний возраст закладчика. Как правило, наказание – реальное лишение свободы. Я вижу, как они потом плачут, маму зовут, но уже поздно. С начала года на территории региона сотрудниками полиции зарегистрировано 271 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, окончено производством 73 уголовных дела. Количество изъятых из незаконного оборота наркотиков составило почти 6,5 килограммов. Наркотики встречаются всякие. Идет в последние годы устойчивая тенденция к увеличению доли синтетических наркотиков, таких как альфа-ПВП, мефедрон, это так называемый кокаин для бедных, которые распространяются бесконтактным способом у нас на территории города Твери. Через тайники, закладки так называемые, интернет-магазинами в Даркнете или в Телеграме. По данным полиции, места наркозакладок стали перемещаться из областной столицы и других городов региона в сельскую местность. Нередко свидетелями поиска закладок становятся дочинки. В сельской местности тоже проводятся оперативные мероприятия, но удаленность от города сказывается на результативности. Возможности реагирования, они тоже ограничены. Естественно, производятся и выезды наружных нарядов по данным местам, но пока они приедут, естественно, те уже уходят лица. Ещё, естественно, всю эту информацию по номерам машин, по людям мы аккумулируем. Но стоит заметить, крайне редко, чтобы нам поступала реально оперативно значимая информация о закладчиках, как вы говорите. В основном эти люди, которые ищут и которых видят граждане, это не закладчики, а потребители. Более того, если они копаются долго, это значит, что они там не нашли. И ещё, по словам Дмитрия Белоусова, оперативных сотрудников интересует любая информация, прежде всего о закладчиках. Увидели в своём районе подозрительных людей, стараясь не привлекать к себе внимания, срочно позвоните в дежурную часть полиции. Передайте приметы людей и номер машины, на которую они приехали. И помните, с наркотиками не шутят. Либо наркотическая зараза, либо полноценная счастливая жизнь.